здравствуйте друзья сегодня вот видео из деревни из дома нашего я хочу рассказать для чего нам вообще вольер потому что некоторые стали писать что вы их закинете в вольер и все больше про них не вспомните и никогда в жизни к ним не зайдете но на самом деле вольер он должен быть и по закону и у нас везде где мы жили летом были вольеры это для того чтобы утром например они проснулись мы вот так погуляли с ними и на весь день отправили вольер чтобы они на свежем воздухе на солнышке все это время проводили и без пристального нашего вот этого контроля и хождения по пятам им приятно и нам конечно же удобно вот сейчас я покажу где у нас будет располагаться вольер и что вообще там планируем сделать зима нас все не отпускает никак и не до сих пор на траве гулять вышли я ей игрушки делаю она только рыкает даже не замечает красоту такую сено повесилась на веревке ладно потом может заинтересует если ветер не растреплет все лобков сердечко и все еще линяет а посмотрите как уже эта линька закончится из черной пантеры белая шерсть здесь на лопатках променяла спина осталась ой какая шерстяная пантерочка линя наверное такая же хотя или еще и на экспресс линьку зоосалон водили ну пока долиняете уже новой шерстью обрастать нужно будет пуся пуся это что такое смотри никогда смотреть чеш мне пузо и понятно давай давай на другой бочок переворачивайся молодец будет этим птичкам в гнезда леопардовые ковры посмотрите только вы не представляете сколько из дома шерсти себя и вычесываешь их постоянно губка взять бы супер мощный фен и выйдут с тебя все почему такая волосатая до сих пор интересный хвост вот так тоже волосатый ли не учи точнее волосат стоит нормально посмотрите сколько с хвоста смотрите как ваши дела рыкающие надо лапку на меня закинуть такие вот ленивые выходные сегодня получилось только вот с ней на этой неделе сюда на денек приехали но хотя мы во вторник уехали потому что поедем за всякими материалами для вольера нужно много дела сделать для вольера и для забора сейчас вам раз покажу кстати где будем делать вольер а какие ряшка лохматый все говорит нет терпения нам ящерка пробралась проснулась красотуля бусина наверно тоже за ящерицами охотится забралась такая через забор бубки конечно будет неинтересно она скажет ящериц побольше смотри чё тут смотри да хватит и рыкать смотри смотри бусин неинтересно ладно ящерка беги по своим делам ящеричным такие у нас все охотники кошки-то домашние быстренько бы его прикарманили перед тем как домой пойти обязательно красоту навести какого красота маскировочный костюм идеально у тебя только что бог пропустила надо 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 все хорошо мы домой дымчатый леопард теперь вот вы спрашиваете секрет блестящей шерсти но это не только питание еще обязательно нужны маски из конского навоза потом чернозем обязательно и пылище вот самое пыльное с примесью луговых трав когда будете вот такие лоснящиеся и блестящие красота красота так вот здесь вот у нас планируется вольер вот здесь граница его будет и вот там получается 15 метров в ширину и мы думаем 40 где-то в длину будет три выхода один вот с этой стороны второй в середине и поближе к концу и третий вот здесь будет потом с теплым помещением как-то соединяться пока еще не сильно понятно ну вот из дома чтобы было его видно что можно было если что вышел понаблюдал смотрел как тут они и все высоту будет 4 где-то метра стены вот ну и посмотрим как как оно все и внутри конечно будут всякие интересные штучки нужно теперь только найти кто бы нам это все построил ну смысле внутренности специальное там для лазания леопардусов и ротвейлерусов вот такие делишки грядку какую-то видимо бывшую придется использовать и кустики с малиной тоже достанутся девочкам в вольере и еще деревья потом какие-нибудь вот отсюда сосенки березки пересадим им тоже в вольер чтобы была красота вот так вот так прикольно пила лежа и очень лениво о нет нет грязнули побежал кошмар кошмар